друзья мои привет я андрей бузуев но по крайней мере так думаю это кот оливер это абсолютно точно и это уже очередной седьмой выпуск моего авторского видеоблога авторская песня и все такое прежде чем я изреку в очередной раз что-нибудь такое заумное пару замечаний ну прежде всего давайте еще раз затвердим что я имею ввиду под термином авторской песни вот именно это и не более того я не претендую на истину это мое личное мнение мне оно интересно поэтому именно так я и решил для себя это первое второе наступил декабрь месяц самотошной времени все меньше до нового года забот все больше дел много поэтому а еще потому что я когда начинал все это безобразие я решил для себя что так я думаю сделаю 7 выпусков 7 пилотных выпусков а там уже посмотрю что почем зачем это все мысли этого на самом деле много и включает то что какой-то такой клубную какую-то историю придумать но это мысли только так вот 7 выпусков сделаю и там посмотрю поэтому декабрь 7 выпусков давайте считать что в этом году этот выпуск 7 выпуск хороший цифр 7 он последний и предновогодний соответственно соответственно настроение у нас елочки пока нет но это неважно можно сделать пожалуйста вот значит мы с вами давайте приступим размышлений ну прежде всего огромное спасибо вам за то что мои вот эти вот безделушки мои разговоры мой трёп находит у вас отклик в ваших сердцах вы пишете мне вы общаетесь со мной вы обсуждаете темы которые я затрагиваю и в частности вот в разговоре с одним моим очень добрым старым другом что называется из тех что я называю этой милой моему сердцу друзья так вот в разговоре с ним мы с разбирали фундаментальные свойства авторской песни как искусство любого искусства есть фундаментальные свойства которые отличают его от другого искусства и только ему соответственно извиниться цифтологию свойственны так вот я нашел несколько признаков таких и вот среди них один следующий малозаметный как и все что отличает авторскую песню ей в общем не повезло в истории но неважно так вот один из этих признаков авторской песни очень живое явление и самое главное что явление протяженные во времени что я имею ввиду вот смотрите автор исполняет авторскую песню он ее поет фиксируется это скажем на видео или на аудио фиксируется ну или раньше вообще не фиксировалась что печально так вот следующее исполнение авторской песни этим же автором этим же человеком будет не таким чуть-чуть или даже очень не таким как предыдущие планета вертится человек изменяется настроение меняется не знаю отрастает борода до все что угодно меняется физический облик вселенной физический и энергетический облик вселенной по имени человек так вот если взять ряд исполнений этих песен то песни приобретает какой-то 3d бит и добавляется много смыслов потому что автор сам то в общем то додумывать менять слова кстати в песнях что и чем я очень грешу так вот это вот 3d вид песни вот вот это наверное и есть авторская песня и я сейчас как-то подумал что и можно песня с большой буквы ну в общем термина то на самом деле нет и возможно придумается если если это придет слова но пока вот но авторская песня и автор исполнитель соответственно ну так вот авторская песня это явление живое протяженные во времени и если рассматривать его под таким углом она обретает новые смыслы и дарит нам с вами как слушателям новые ощущения это еще одно свойство авторской песни совет давайте мы с вами сегодня для разнообразия как бы под конец цикла поговорим не только музыкальной части нашего ремесла но и о литературной части о словах вот какой совет я хочу дать начинающим и не только начинающим автором исполнителям которые уже написали много песен вы знаете на мой взгляд я так считаю есть автор исполнители которые страдают словоизвержение то есть у них наличие тут явный перевес в поэтическую сторону это в принципе тоже жанр это музыкальная поэзия так называемая но тем не менее словам в песне становится тесно не набиваются как сельди в бочку и в результате песни превращается в какой-то монотонный а еще если еще не обыгранный актерский вообще монотонный речитатив которому вот пока у какой-то подбрякивание инструментов легкий аккомпанемент которого можно вообще просто убрать и просто читать стихотворение так вот совет такой поступайте со словами в песне так как поступают к советует поступать с вещами когда собираешься в отпуск собери чемодан потом вы не оттуда все отложи половину и вот именно это будет то что тебе нужно в отпуске так вот со словами если выступать точно также при работе убирайте наполовину все что вы написали если вы дайте место музыки музыка такой же равноправная равноправная часть нашего творчества как и слова поэтому давайте вот вспомним например величайшего одного из величайших авторов исполнителей джона леннона мать он помните и мать ну какой баланс равновесие как на весах качается у нас мелодии текст мелодии слова не меньше не мешают друг другу поддерживают друг друга дополняют друг друга дают нам ощущение вселенной которая хочет нам показать автор ну так вот дайте место музыки и кстати говоря научитесь играть на гитаре или на инструменте которого которым вы себя аккомпанируете автор исполнитель конечно не гитарист виртуоз но определенными навыками игровыми он должен базовыми по крайней мере он должен обладать и те кто с довольно те кто довольно презрительно относятся к музыкальной стороне авторского творчества авторсоисполнителя ошибаются а теперь песня я свою чернульку помнить черную гитару да я отдал ее на профилактику в гитарный клуб во флаконе там ребята и чуть-чуть подправит почистит и вне осталось вот этот моя первая гитара самая первая 76 года издания но это и лучше потому что не интересный звук очень такой классический жемчужный такой звук красивый такого песенка сегодня будет ну поскольку поскольку у нас с вами предновогодний выпуск песенка будет тоже предновогодняя история про нее ровно год назад вот я думаю что почти вот день в день я ее написал совершенно случайно написал и и честно говоря я почти никогда не писал новогодние песни песни посвящена новому году а это вот как-то вот появилась и я в этом самом гитарном клубе я приехал к ним и мне они были так любезно что они записали дали мне великолепную гитару совершенно безумно дорогой мартин он звучал так что просто я захлебывался от удовольствия так вот они записали мне эту песенку и она тогда же вышла эта песня называется она зимняя сказка и вот сегодня я ее спою и кстати говоря и возвращаясь к мысли найдите эту запись если у вас будет идти вам будет интересно найдите эту запись и послушайте как изменилась песня за это время зимняя сказка и Субтитры создавал DimaTorzok Звезды в небе сияют, укутавшись в ночь Это время такое, мы знаем с тобой Это время, когда нам поверить дано Что на свете бывают любовь и покой Расскажи мне зимнюю сказку Что приснилось тебе и мне Там стремительный и прекрасный И над землей пролетает снег Там луна между туч сияет И метель за окном поет Там ветер у огня играет Расскажи, вновь и вновь Расскажи мне ее Опустилась снежинка на тени ресниц Серебристой полоской легла по щеке Все, что было, прошло Вслед ему улыбнись Пусть растает оно где-то там, вдалеке Расскажи мне зимнюю сказку Что приснилось тебе и мне Там стремительный и прекрасный Над землей пролетает снег Там луна между туч сияет Там метель за окном поет Там дитя у огня играет Расскажи, вновь и вновь Расскажи мне ее Скоро встретим друзей И откроем вино Зазвенят бубенцы Засияют огни Будет света полна Новогодняя ночь Но пока мы вдвоем Но пока мы одни Расскажи мне зимнюю сказку Что приснилось тебе и мне Там стремительный и прекрасный Над землей пролетает снег Там луна между туч сияет Там метель за окном поет Вот так дитя у огня играет Расскажи, вновь и вновь Расскажи мне ее Вновь и вновь Расскажи мне ее Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Ну вот и все, друзья мои С наступающим вас Счастья и благополучия Берегите время До новых встреч С вами был Андрей Бузуев Пока Субтитры подогнал «Симон»